Привет! Вот у нас город Тверь. Нахожусь сейчас около здания ЕРКЦ. Приехал сюда разобраться с начислениями. И, собственно, какую картину я увидел? 21 век. Говорят, уже две недели такая ситуация. Сейчас звонил в администрацию. Все в курсе. Заявление принимается. Но ничего не делается. Вот как вы думаете, в 21 веке нормальная такая ситуация? Можем сейчас подойти, спросить, как люди к этому относятся. Здравствуйте! Прямой эфир. Давайте, да. Вот скажите, пожалуйста, как вам такая ситуация? Нравится? Это ужас. Это просто издевательство над местными жителями. Знаете что, вот если есть возможность, СМИ просто вы пригласите. А это мы сейчас доведем. Сейчас телевидение приедет сюда. Чтобы они сейчас приехали немедленно, вы понимаете? Они высасывают из пальца, а здесь вот. Ну что, ты же идиотипед. Для инвалидов не поймешь, как выплачиваться. Или вообще не выплачиваются. Вот надо приходить сейчас с документами такого очень. Я сейчас звонил в администрацию области. И что сказали? Отдать одну бумажку, типа как в почтовый ящик. Да. Приезжал в пятницу. Говорят, уже две недели такая ситуация. Народу чуть меньше было. А то звонить вообще невозможно. Невозможно. А это бесполезно. Это ужасно. Вот. Это отдать просто то, что установлен счетчик и прочее. И надо выстоять вот такую очередь. Это вот, это, как говорят, целенаправленно. Ну вот, я звонил в администрацию, они говорят, мы в курсе, все в порядке. И все нормально, да? Ну да. И нахрена нам такая администрация тогда? А они потому что готовятся, наверное, встречать день города, понимаете, 14-го числа. Ну, наверное, видимо, есть более важные дела. Помпезно, да. Администрацию строить здесь в очереди. Помпезно будет встречать. Я думаю, что они вообще не знают. Это все нормально, да. Это в кабинет приносится. Ну вот, как вам такое, ребята? Сейчас зайдем туда, посмотрим. Хочется жить в этом городе, если честно. Да, конечно. Как будто он сад такой, не вне вузе. Нравится вам ситуация? Очень нравится. А вам нравится? А мы вот сейчас для телевидения снимаем. Правильно, классно, 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 снимайте. Еще и раз надо было снимать. А две недели, говорят, уже такая ситуация. Вот у нас как ЕРКЦ выиграет, смотрите. Сейчас работают, все классно. Люди ходят только, жалуются. Вот спрашиваются, что еще нужно этой стране? Просто стоят старики. Часами стоят люди. Вот посмотрите, вот это вот безобразие. Люди идут и идут и идут. Вот как можно вообще разобраться со всем этим? Кто-нибудь, ребята, кто у меня тут есть? Люди стоят уже, просто не знают, что делать. Вот что делать? А это прямая трансляция. О, отлично, молодец. Дай ему здоровье. Вот единственный человек нашелся. Осветить вот это безобразие. А сейчас телевидение приедет. А, он все знает, он в курсе. Ему на Мальдиву хорошо. Улица Ерофеева, дом 5. Город Тверь. Кто не в курсе, где находится ЕРКЦ. Кто собирался, можете не идти. Я думаю, что из всех моих друзей навряд ли есть человек, который будет стоять здесь пару часов. Ну что, я вот министру эконом-развития Тверской области написал уже. Вот будем ждать, как он там в Телеграм зайдет, посмотрит. Бесплатно еще не дают. Вот, думаю, может Гаврилину еще написать. Ну, сказали, что этим занимается область. Видимо, область хорошо занимается. Звонил в приемную губернатора. Все в курсе. Заявление можем принять. В прокуратуре послали меня куда подальше. Дали пару телефонов, на которых никто не берет опыт. Ну, как-то так. Сейчас телевидение будем сюда вызывать. Ну, это вообще бред какой-то. Я не знаю, я давно с таким не сталкивался. Ну, это вообще просто какое-то за грани моего воображения. Как вообще в 21 веке, да, в 2019 году может быть вот такая вот история. Просто безобразие, ужас какой-то. Обрабатываются данные из города и с области. Люди с области приехали. Там, я не знаю, уже остались. Это здесь общий прием и с области, и с города. То есть, ну, вот такая история, да. Люди вот приезжают с области. У них вроде как своих дел нет. Вы все, да? Устали стоять? Люди с пятницы стоят сейчас. Люди с пятницы стоят. Нормально. Это спасибо городу, что не в мороз, да? В минус 30. Наверное, птилогрейки еще раздавали. А может быть и за деньги. А еще какие-то они организовали бы. Это поздравления. Сереж, у вас в Питере нет такого, а? Скажи мне честно. Как вы в администрации там решаете такие вопросы у тебя? Может ты это, сюда как бы напишешь пару писем, людям помочь, чтобы они знали, как это решить? Сейчас люди еще в очереди начнут драться. Потому что кто-то кого-то не пропустит. У нас тоже МФЦ есть. Просто есть вот такая контора, которая, я не знаю, пережитых прошлого. Даже посмотреть вообще, где это находится. Здание какое-то, я не знаю, пол какое-то разрушенное. Они просто сами это все организовали, я так понимаю. Почему это вообще не сократили уже давно-давно? Вот люди вот в каждой очереди говорят, что неправильно начисляют. Люди приходят разбираться. Ну, видите, уже началось. То есть начисляют неправильно. В этом месяце не начислили, в следующем два раза начислили. Люди в итоге приходят разбираться и сталкиваются с тем, что вообще не попасть. Увольнять директора, понятное дело, нужно. Вообще всех бы уволил здесь, вот реально всех. Потому что заходишь туда, там люди нормально говорить не умеют. Они сразу орут просто. Они привыкли орать, они привыкли проявлять какую-то, я не знаю, свою сверхспособность о том, что они такие сверхлюди. И, видишь ли, надо к ним с поклоном подходить. Ну, не знаю, мне кажется, как-то по-другому надо. Мы готовимся к Дню Городу, кстати говоря. У нас, по-моему, 14-го числа День Города. Вот, видимо, народ... Я сначала подумал, может, здесь какие-то подарки к Дню Городу раздает. Обычно, как у нас говорили, раньше, очередь за колбасой. В таких ситуациях только бывает. В общем, так, как вообще меня слышно? Тут нормальная трансляция? Это запись вообще идет? Потому что минус такая. Продолжение следует... Продолжение следует... Аплодисменты.